который называется синтез и сложность управляющих систем и первый вопрос, который мы будем рассматривать я решил все-таки пользоваться слайдами, потому что сейчас пойдут достаточно громоздкие формулировки определений и каждый раз их выписывать сложно, но они с доски исчезают а на экране эти формулировки висят и вы в любой момент можете еще раз посмотреть какие-то моменты, связанные с этими формулировками и уточнить поэтому дальше мы будем читать лекции со слайдами но на слайдах будут только формулировки вопросов, формулировки утверждений, ну какие-то рисунки, не более того все остальное я буду по-прежнему писать на доске итак, мы переходим к нашему основному разделу мы рассмотрели несколько моделей дискретных управляющих систем вот я здесь их, так сказать, перечислил у нас вот у это какой-то класс схем какие классы схем мы рассматривали значит, ну вот в первом разделе мы рассматривали дезинктивные нормальные формулы но они являются частным случаем формул в стандартном базисе формулы в стандартном базисе формулы, схемы из функциональных элементов и там контактные схемы, пи-схемы мы рассматривали уже во втором разделе как раз второй раздел, который мы закончили был посвящен основным классам схем то есть основным моделям вычислений ну и тем вопросам, которые касаются их ну в основном эквивалентных преобразований значит, теперь мы будем заниматься может быть, можно так сказать, главной задачей задачей синтеза ну вот еще раз, значит, возвращаясь значит, потом мы рассматривали в принципе формулы в стандартном, то есть в произвольном базисе B они являются частным случаем схемы с функциональных элементов в стандартном базисе ну напомню, что если здесь индекса никакого нет то это имеется в виду стандартный базис B0 то есть вот это вот то же самое, что здесь появляется базис B0 здесь появляется базис B0 мы этот базис опускаем ну а базис B0 это конъюнкция, дизюнкция и отрицание вот ну и наконец здесь у нас были контактные схемы и ПИ схемы вот те основные, так сказать, стандартные классические модели дискретных управляющих систем и значит, мы будем их рассматривать с точки зрения синтеза но для того, чтобы эту задачу рассматривать я напомню, какие у нас были функционалы сложности рассматриваемых нами типов схем ну вот для ДНФА готическая у нас была, так сказать, длина лямбда от А это длина и был ранг R от А ранг значит, длина это число элементарных конъюнкций а, так сказать, ранг это число букв вот в записи дизюнктивной нормальной формы А готическая но потом мы перешли к классам формул и схем ну в стандартном базисе по умолчанию здесь тоже был ранг и для формулы и для схемы определен ну для формулы это опять как бы число вхождений переменных в эту формулу ну на самом деле это не совсем так значит, то есть здесь у нас было как раз число дуг исходящих из входов схемы ну это аналог ранга для формулы или для ДНФ то есть число дуг исходящих из, так сказать входных вершин нашей схемы ну если говорить про формульную запись то это число опять переменных число вхождения переменных в запись нашей формулы значит, формула является частным случаем схем и в стандартном базисе и в произвольном базисе ну и для вот у нас было три функционала сложности для формул и схем значит, это собственно сложность то есть число функциональных элементов ну ранг ранг это была глубина то есть число длина максимальной цепи в нашей схеме то есть как бы время вычисления если говорить с содержательной точки зрения ну и, так сказать наконец, вот у нас были это были пи-схемы это были контактные схемы там был один функционал сложности L равный числу контактов в нашей схеме значит, вот теперь мы как бы переходим к нашей основной задачи задачи синтеза ну я ее сначала сформулирую так сказать общим видом как бы обобщая вот то, что мы здесь все уже рассмотрели значит, сейчас дам такие общие определения того же что это за задача ну и потом мы уже начнем как-то ее решать ну вот в нашем первом вопросе будут простейшие методы синтеза и простейшие нижние оценки сложности функций итак значит, вот что у нас есть значит, у нас есть класс U это полный класс схем полный класс схем или, знаете говоря дискретных управляющих систем дискретных управляющих систем значит и есть у него есть функция да, полный в каком смысле полный в том смысле что мы можем в этом классе схем реализовать любую функцию алгебрологики и даже любую систему функции алгебрологики то есть здесь можно реализовать любую функцию в этом в этом классе схем можно реализовать любую функцию теперь и был функционал сложности ну давайте его ПСИ обозначим Псия – это функционал сложности схем из класса У. Какие свойства у этого функционала? Мы можем на этих примерах понять, какие свойства отличают этот функционал в общем случае. Пен – это очень простейший свой. То, что функционал для любой схемы сигма больше либо равен нуля, то есть его неотрицательность. Значит, это первое, такая очевидная характеристика нашего функционала. И второе, вот что я бы сейчас на качественном уровне. То есть вот помните, у нас была ДНФ и была, так сказать, тупиковая ДНФ. Тупиковая ДНФ получается из ДНФ удалением, во-первых, лишних букв из тех элементарных конъюнкций, которые там представлены гранями меньшей размерности. Если можно сделать грань большей размерности, мы одну букву или несколько букв удаляем, получаем грань большей размерности. И второе, потом мы выбрасывали те элементарные конъюнкции, удаление которых не влияет на реализацию нашей функции. То есть, как некоторая, так сказать, тупиковость, вот мы их называем тупиковым, можно сказать, неизбыточность. То есть, как бы в нашей ДНФ не должно быть ничего лишнего, что можно убрать. Вот такая же неизбыточность может быть, как бы, описана и для других классов схем, в том числе, вот и для схемы с функционалей, для контактных схем. Значит, ну вот давайте мы ее так сформулируем. Значит, для любой схемы Сигма, для любой схемы Сигма, значит, Сигма штрих такой, что все ее вершины являются вершинами нашей схемы Сигма, V от Сигма, и все ее ребра являются ребрами нашей схемы Сигма. Я использую наше стандартное обозначение, которое мы применяли при записи схемы формул во втором разделе. Так вот, если наша схема, ну, как бы, она, ну, в каком-то смысле, то есть примерно, так скажем, то есть Сигма штрих, это как бы подсхема нашей схемы, подсхема нашей схемы. Ну, я не буду сейчас вдаваться в детали, тут есть детали некоторые, это не суть важная. Ну, то есть, примерно это то, что схема Сигма штрих является подсхемой, хотя это не всегда так, на самом деле. Вот это более правильное, более точное условие, которое описывает необходимость. Да, так вот, если так, то тогда функционал сложности для схемы Сигма штрих не может быть больше, чем функционал сложности для схемы Сигма. Ну, то есть, это вот тупиковость в каком-то смысле. То есть, если мы из нашей схемы можем что-то убрать, так сказать, то то, что останется, если это то, что осталось, является само по себе схемой, это будет схема не большей сложности. То есть, вот, как бы неизбыточность в некотором смысле вот этого свойства. Ну, нет, монотонность, так принято говорить, что это некоторая монотонность. Вот это не отрицательность, это монотонность. Вот все эти функционалы, которые мы здесь рассматривали, для всех наших классов схемы, этими свойствами обладают. Поэтому вполне, как бы, разумно считать, что те функционалы, которые мы будем и в дальнейшем рассматривать, имеет смысл считать вот обладающими этими двумя простейшими свойствами. Так, ну и вот теперь в таком, как бы, общем виде я попробую сформулировать задачу синтеза. В чем она состоит? Значит, задача синтеза. Значит, она определяется для класса схем У и для функционала сложности Пси. Функционала сложности Пси, значит, она определяется таким образом. Значит, по заданной системе функций, то есть нам дана какая-то не одна функция, а в общем случае несколько функций. Даже не просто несколько, а система, вектор функции. Ну, как бы, определяли этот набор из функций F1 и так далее, F, M, T. Ну, допустим, что эта система принадлежит, это будет система из M функций от N переменных. То есть она принадлежит вот этому вот множеству. То есть каждая из этих M функций является функцией от переменных X1 и так далее, X, N, T. Значит, построить схему Сигма, Сигма с крышкой, которая принадлежит нашему классу У и реализует нашу систему функций F, такое, что... Что? Насчет такой, ну, как бы, главное свойство. Такое, что вот сложность этой схемы Сигма с крышкой, это есть минимальная из сложностей схем Сигма, Сигма, где схема Сигма, значит, она берется из нашего класса. Значит, схема Сигма реализует систему функций F. То есть на этой схеме достигается минимальное значение ПСИ-сложности, то есть функционала ПСИ по всем схемам Сигма из нашего класса У, реализующим нашу систему функций F. Вот ключевая задача. Значит, нам дали класс схем. Что значит? Нам, заказчик нам говорит, вот, надо ли построить схему из такого-то класса, например, класса схемы с функциональных элементов в стандартном базисе. Вот вам система функций, вот это вот. Постройте схему с наименьшей глубиной. То есть построите схему с наименьшей глубиной, то есть схему, на которой достигается вот минимум вот этого значения по всем схемам, реализующим нашу систему функций и принадлежащим нашему классу У. Вот в общем, самом общем виде задача синтеза. Так, значит, ну какие с ней связаны некоторые, так сказать, соображения? Ну да, вот при этом, вот в этом случае, значит, тогда мы говорим, что вот это Пси с крышкой, это Пси минимальная схема, Пси минимальная схема в классе У. Значит, вот такой диаметр. То есть минимальная схема. Минимальная схема в классе У. Раз. И вот эта вот величина сама по себе, она, вот это вот будет Пси, уже будет не от схемы сигма, это будет Пси от Ф. И вот эта величина называется как раз Пси-сложность. Пси-сложность системы функций Ф в классе У. То есть вот те термины, которые связаны с задачей синтеза. Значит, минимальная схема. Значит, сложность системы функций Ф, как минимальной сложности схем, реализующих эту систему функций. Ну и функцию Шинона, так сказать, я сразу введу. Функция Пси от Н. Это будет как раз максимум по всем функциям от Н переменных. Функция Матеми переменных. Л, не Л, а как раз Пси от Ф. Вот, значит, это будет как раз функция Шинона. Шинона для Пси-сложности функции алгебрологии. Вот основные определения в общем виде. И основные понятия или термины, которые с этой задачей связаны. Вот задача синтеза в общем виде. Вот что мы, так сказать, будем делать дальше. Ну, давайте какие-то рассмотрим. Мы уже, в принципе, задачу синтеза, на самом деле, мы для класса ДНФ в каком-то смысле уже решили. Ну, в определенном смысле мы решили. Значит, поэтому, как бы, вот давайте сразу вот эти общие термины, как бы, проиллюстрируем теми результатами, которые у нас уже в классе ДНФ были получены. Значит, ну, давай, сейчас я вот так напишу. Вот берем класс ДНФ. У, так напишу. У, значит, у, это наш класс дезинктивных нормальных фур. Значит, что мы про него уже вот можем знать? Вот, так, значит, сразу вопрос. Значит, вот берем функцию Шинона для длины ДНФ. Мы ее вводили. И мы даже то, вот это единственный класс схем, где мы знаем, как то и чему точно равна эта функция Шинона. Ну, чему равна функция Шинона для длины ДНФ? 2 в степени n-1. Да, 2 в степени n-1. Это один из результатов нашего первого раздела. Функция Шинона для ранга ДНФ. Ну, это будет n на 2 в степени n-1. Вот видите, мы уже вот эти функции Шинона там уже вводили, и мы даже точно знаем, чему они равны. Это единственный класс. Для класса формул, для класса схемы с функционалами, для класса контактных схем, таких равенств в общем виде у нас не будет. Будут асимптотические равенства, которые описывают асимптотическое поведение этих функций. А вот таких точных равенств нигде, кроме ДНФ, у нас нет. Так, что еще можно здесь напомнить? Так, значит, теперь, ну, давайте возьмем какой-нибудь класс. Значит, давайте возьмем уже теперь другие классы. Вот ДНФ – это особый класс. Теперь, значит, дальше давайте возьмем, например, вот рассмотрим линейную функцию. Вот L с индексом n – это сумма по модулю 2 n переменных. Так сказать, линейная функция. Значит, вот что, скажем, мы про нее можем сказать, про ее сложность, про ее глубину, про ее, так сказать, сложность в разных классах схем. Значит, итак, что мы знаем? Ну, то есть, не знаем, так сказать. Ну, вот, кстати, сейчас у нас семинарские навыки уже пойдут. Значит, так, вот сложность этой функции в классе П схем. Вот L2. Сложность этой функции в классе П схем. Она равна 4. И она равна сложности этой функции в классе контактных схем. L2. Она равна сложности этой функции в классе схем из функциональных элементов. То есть, видите, сложность линейной функции от двух переменных равна 4. И в классе и контактных схем. И схемы, и П схем, и в классе схем из функциональных элементов. Ну, и даже еще в классе формул, так сказать, тоже. LF от L2. То есть, видите, вот какая интересная функция. Ее сложность во всех классах схем наших. Ну, только в ДНФ у нее, ну, там нет такой сложности в ДНФ. Значит, ну, и, в принципе, все эти сложности достигаются на одной простой схеме. Берем совершенную. Берем, ну, начнем сначала с П схемы, из контактной схемы. То есть, берем П схему, построенную по совершенной ДНФ нашей функции. Значит, вот вход 1, вот выход 2, значит, не x1, x2, x1, не x2. Вот П схема с четырьмя контактами реализует нашу линейную функцию от двух переменных. Это что означает? Что ее сложность в классе П схем и в классе контактных схем не меньше, не больше четырех. Ну, в классе схемы с функциональными схемами в классе формулы немножко сложнее. Но я напишу сейчас такую формулу простую, из которой это все тоже будет вытекать. Значит, давайте возьмем совершенную КНФ для этой функции и применим к ней тождество деморгана. Значит, получаем так, это будет x1 дизъюнкция x2 умножить на x1 конъюнкция x2 с отрицанием. Вот возьмем это, вот если я здесь поставил два отрицания и дизъюнкция, это была бы совершенная КНФ. Потом поднимаем это отрицание над конъюнкцией, получается, ну, такая вот специальная формула, которая реализует линейную функцию, имеет сложность 4. Значит, имеет конъюнкция, то есть дизъюнкция, две конъюнкции, вот это и вот это, и одно отрицание. Значит, если мы, это формула, то есть дается верхняя оценка 4 для класса формул, и сразу же для класса схемы с функциональных элементов, поскольку формула является частным случаем схемы с функциональных элементов. То есть, видите, вот построив эту схему и написав вот эту формулу, мы можем доказать, что вот эти все четыре величины, а что это такое? Значит, вот эта сложность, минимальное число контактов в пи-схеме, реализующей x1 плюс x2. Минимальное число контактов в контактной схеме, реализующей x1 плюс x2. Это минимальное число функциональных элементов, реализующих сумму по модулю 2. Это в классе формул, это в классе схемы с функциональных элементами. Ну, вот здесь они все, так сказать, совпали. Но это не значит, что так будет дальше. Совершенно. Это такая, в общем, достаточно, ну, я бы сказал, редкая-редкая ситуация. Ну, скажем, если мы возьмем, например... А, значит, теперь давайте посмотрим функцию Шинона. Значит, пример, вот, значит, теперь я пишу так. L, K от N равно L, P от N. То есть, видите, вместо функции я пишу N, число переменных. Значит, я беру функцию Шинона. То есть, беру максимальную сложность функции F, раз здесь N равно 2, от 2 переменных. То есть, это означает, что мы рассматриваем максимальную сложность функции от N переменных в классе контактных схем. Только я здесь беру, вот здесь я поставлю теперь 2. Здесь поставлю 2. То есть, вот это максимальная сложность функции от N переменных в классе контактных схем. Значит, это все равно L, S от 2, равно L, F от 2 и равно тоже 4. То есть, дело в том, что линейная функция, она самая сложная среди функций от 2 переменных. Ну, еще и эквивалентность, она имеет такую же сложность. То есть, максимальная сложность функции от 2 переменных во всех этих классах схем тоже равна 4. И верхняя оценка достигается на линейной функции, ну, а нижняя оценка для функции Шинона, это, так сказать, уже отдельный разговор. То есть, вот еще одна цепочка равенств. Ну, это все, речь идет про 2 переменных. Для 3 переменных уже все, так сказать, гораздо сложнее. Ну, могу написать еще несколько равенств. Значит, итак, значит, сложность контактной функции от L3, так сказать, равна 8. Сложность, то есть, функция Шинона для контактной функции от L4, так сказать, равно 12. Да, и, кстати, здесь тоже будет равно контактной, значению функции Шинона для контактных схем от 3 переменных. От 3 переменных. Значит, теперь вот сложность линейной функции в классе контактных схем от 4 линейных функций равно 12. И это уже меньше, чем значение функции Шинона для контактных схем от 3 переменных, которое равно 13. От 4 переменных, да. Вот уже, так сказать, пошли. Уже среди функций от 4 переменных есть более сложная функция, чем линейная функция от 4 переменных. Но она близка. Здесь 12, а здесь 13. И всего есть несколько функций, всего две функции от 4 переменных, сложности 13. То есть, те, которые требуют больше контактов, чем линейная функция. Ну, и, так сказать, для, вот, так, относительно недавно, красивыми, вот, аспирантов, сотрудников нашей кафедры, с использованием компьютерного перебора, значит, было доказано, что контактная сложность функции от 5 переменных равна 19. То есть, среди функций от 5 переменных, самая сложная функция имеет сложность 19. Ну, а если мы возьмем контактную сложность линейной функции от 5 переменных, то она равна 16. То есть, вот, вот я просто привел несколько фактов из теории дискретных управляющих систем, ну, чтобы немножко проиллюстрировать вот эти вот общие определения и общее понятие. Хорошо, значит, теперь еще одно небольшое замечание, связанное вот с чем. Ну, оно у нас тут очень часто встречается, поэтому я прямо вот здесь... Здесь, так, а где у меня тревога? Значит, здесь я вот так обозначу. Значит, вот смотрите, у нас есть классы схем, которые являются подклассами друг друга. Вот, как вот здесь, вот, так сказать, видите, у нас... Вот, пи-схем это частный случай контактных схем. Поэтому очень, так сказать, ну, как бы надо достаточно четко понимать, что вот если, пусть у нас есть функционал, значит, пусть у нас есть класс какой-то у штрих, это подкласс класса у. Значит, а пи-штрих это ограничение функционала пи с класса у на класс у штрих. То есть мы функционал сложности оставили прежним, функционал сложности оставили прежним, но взяли некоторые подклассы нашего класса. Например, у нас были формулы, значит, схемы из функциональных элементов, внутри них есть класс формулы. Ну, ясно, что если мы, как бы, класс сузили, а функционал оставили такой же, значит, тогда что у нас для любой системы функции f будет выполняться очевидное неравенство, что пи-штрих от f больше либо равно, чем пи от f. Ну, потому что мы берем этот минимум функционала по более узкому множеству схем, чем там. Значит, поэтому, естественно, выполняется вот такое вот неравенство. Ну, еще такие, значит, может быть, соображения, уже связанные конкретно с нашими классами. Значит, у нас, вот можно написать, так сказать, то есть, вот как связана сложность реализации одной функции и системы функции в разных, так сказать, или в разных моделях вычислений, как связаны эти две сложности. То есть, пусть у нас есть f, это система из m-функций. Система из m-функций. Тогда, в общем, во всех наших моделях выполняются такие очевидные неравенства, что, ну, я напишу здесь, может быть, l от системы функций f. l – это любой из наших классов схем. Она не больше, чем сумма по g от 1 до m, l от f житая. Ну, заведомо не меньше, чем максимальная из сложностей функций нашей системы. То есть, когда мы реализуем систему функций, систему функций, то, как бы, там всегда есть возможность. Если мы взяли отдельные схемы для функций f1, fm, их, так сказать, объединили, то получается схема для системы функций, заведомо. И поэтому всегда выполняется вот это неравенство. Ну, а ясно, что заведомо, так сказать, вот максимальные сложностей этих функций будет нижняя оценка для нашей… Да, здесь везде надо a поставить. Для этого нашего, для сложности самой. Ну, здесь вот подумайте, здесь есть, что для глубины, вот подумайте, так сказать, такой дополнительный вопрос. Это мы про сложность написали, а что для глубины можно сказать? Вот подумайте самостоятельно. Ну, на этом я, как бы, нашу вводную часть заканчиваю. И мы переходим уже, собственно, к нашим основным методам синтеза. Нижние оценки мы чуть позже рассмотрим. А методы синтеза. Ну, вот из того, что здесь написано, ну, сейчас, посмотрите, какой у нас самый узкий класс схем? Класс ДНФ. То есть, если мы построили ДНФ, то, значит, у нас уже есть и формула, и схема из функциональных элементов. Мы ДНФ умеем моделировать в классе P-схем. То есть, как бы, построив какой-то ДНФ для нашей функции, мы можем эту схему, вот как там, так сказать, промоделировать во всех других более сложных классах схем. И вот на этом, как бы, принципе основан простейший метод синтеза, связанный с моделированием ДНФ. Значит, вот наше первое утверждение. Сейчас мы его рассмотрим. Вот, утверждение 15.1. Это утверждение, которое касается оценки сложности, верхней оценки сложности какой-то функции F. И эта оценка основана на моделировании совершенной ДНФ этой функции. Так, значит, ну вот давайте сейчас обсудим сейчас это утверждение. Вот я как раз не буду его переписывать на доске, оно у нас будет висеть. Но вы себе, конечно, так сказать, запишите, кто пишет. Ну, в принципе, эти все слайды будут вывешены, как и в прошлый раз, как и на предыдущем разделе. Итак, значит, вот наша задача сейчас доказать вот это вот утверждение. То есть получить верхнюю оценку сложности функции F и ее, так сказать, глубины в разных наших моделях вычислений на основе совершенно дезюнктивной нормальной формы. Итак, значит, ну давайте вот сейчас пройдемся. Итак, нам дана функция F, не равная нулю. Значит, и мы по... Вот на самом деле мы берем совершенную ДНФ этой функции и на ее основе встроим P-схему сигма с индексом F и формулу F, каллиграфическую с индексом F, которая вот удовлетворяет этим оценкам, которые здесь написаны для сложности и для глубины. Значит, доказательства. Значит, наше утверждение 15-1. Итак, значит, вот мы берем, пишем вот A с индексом F. Это совершенная ДНФ нашей функции. Это будет дезюнкция по всем наборам сигма-1, сигма-НТ. Это набор сигма, принадлежащий характеристическому множеству нашей функции. Здесь будет x, x1 в степени сигма-1 и так далее, x-НТ в степени сигма-НТ. Вот это совершенная ДНФ нашей функции. Совершенная ДНФ функции F. Ну, теперь давайте просто как бы попробуем оценить сложность той формулы вот F... То есть, это пока еще не формула F с индексом F. Я объясню, потому что на формулу F с индексом F у нас есть вот там еще ограничение, связанное с глубиной. Вот оно как бы сразу, так сказать, отсюда не получится. Но постепенно мы все это сделаем. Так, значит... Значит, давайте вот... Что мы здесь можем написать? Что ранг вот этой вот формулы А с индексом F, ранг формулы нашей, вот если мы ее рассмотрим как формулу, то это будет N умножить... То есть, у нас длина каждой элементарной конъюнкции N, ранг, то есть, умножить на мощность N с индексом F. То есть, вот ранг этой формулы вот такой вот. И поэтому, если мы эту формулу прямо промоделируем в классе P-схем, то есть, мы тогда берем, значит, у нас утверждение было о моделировании формулы P-схем, значит, так... Значит, тогда мы берем, значит, пусть сигма, так сказать, сигма F, сигма штрих F – это формула, моделирующая... То есть, P-схема, прошу прощения. То есть, P-схема, P-схема моделирующая нашу вот эту совершенную ДНФ А с индексом F. Ну и мы знаем, что ранг формулы равен сложности P-схемы. То есть, L от сигма штрих с индексом F – это будет как раз N на мощность характеристического множества. Так, хорошо. Значит, теперь, значит, это у нас будет P-схема, моделирующая нашу формулу А с индексом F. Значит, итак, одно соотношение доказано, что вот L от сигма от F. Ну, давайте все-таки я здесь сигма F, ладно, поставлю, чтобы не путать. Сигма F. Значит, это P-схема, моделирующая формула. Ее сложность вот такая. Вот такая вот. Значит, теперь дальше. Но нам нужна еще оценка в классе схемы с функциональных элементов. Мы ее тоже сейчас получим, так сказать, ну, из тех простейших соотношений, которые у нас были. Так, значит, тогда давайте, во-первых, просто сложность ее посчитаем. Посчитаем ее сложность. Значит, итак, ну, я напомню, что ранг этой формулы А с индексом F, ну, мы его знаем, это N на 2 в степени N. Ну, мы знаем, что ранг формулы, у нас, значит, было утверждение 8.1. Да, утверждение 8.1. Это будет число элементов конъюнкции и дизъюнкции в этой формуле плюс 1. Число элементов конъюнкции и дизъюнкции плюс 1. Значит, тогда число элементов конъюнкции и дизъюнкции в нашей формуле А, это будет, так сказать, вот ранг минус 1. То есть будет N на 2 в степени N минус 1. Ну, и при этом давайте мы число отрицаний в нашей формуле. Число отрицаний в формуле. Ну, это заведомо не больше, чем ранг. Ясно, что число отрицаний в нашей, а это же ДНФ, все отрицания, все это над переменной, значит, не больше, чем ранг. Значит, ну, и в итоге у нас получается, что сложность нашей формулы А, готическая, это будет число конъюнкции и дизъюнкции плюс число отрицаний. Значит, будет, так сказать, ну, не больше, чем N. Так, значит, сейчас N умножить на 2 в степени N плюс 1 минус 2. N на 2 в степени N плюс 1 минус 2. Нет, нет, я не прав. Я как бы сразу пошел за функцией шинода неправильно. Здесь, конечно, надо мощность этого множества N с индексом F минус 1, вот так вот. Ну, это верно остается. Значит, ну, и тогда у нас получается, что здесь, так сказать, то есть мы берем ранг минус 1 плюс еще ранг, значит, получается 2 на N на 2 в степени, опять пишу, привычка писать, значит, мощность множества N с индексом F минус 1. Вот получилась та оценка, которая нам нужна для первого неравистика. Где? Так, вот здесь? Да, 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 да. Так, все правильно. Немножность множества N. То есть я как бы немножко забегаю, теперь у нас будет следствие, где мы вместо N подставим 2 в степени N, и получится оценка для функции шинода. Так, ну, собственно, все. Да, нет, не все. Теперь как получить оценку для глубины, которая нам нужна? Дело в том, что вот как раз мы с вами писали контрольную, там оптимизация подобных формул по глубине была. Значит, вот в этой формуле, как я уже говорил, если скобки не расставлены, так сказать, то как бы здесь глубина ее не определена. Поэтому здесь надо правильно расставить скобки. И у нас вот, итак, значит, утверждение об оптимизации по глубине 8.2. То есть вот для этой формулы, берем вот эту формулу, оптимизируем ее по глубине. Значит, получаем как раз формулу F с индексом F. Получаем формулу F с индексом F, оптимизированную по глубине. И вот как раз для нее, то есть на самом деле мы здесь ничего не меняем. Мы просто правильно как бы расставляем скобки вот в этой длинной дизъюнкции и в этих конъюнкциях. Больше ничего. Значит, тогда у нас получается оценка, что глубина вот этой формулы F с индексом F не больше, чем ближайшее сверху цифровое число к логарифмам. Сложность этой формулы, формулы А готическая с индексом F плюс 1. И плюс альтернирование. Но раз у нас ДНФ, какое альтернирование у дизъюнктивной нормальной формулы? Единица. Значит, плюс единица. Вот получаем такую оценку по утверждению 8.2. Ну, если мы его немножко, так сказать, преобразуем, то у нас получится то, что там, значит, будет не больше, чем. Значит, у нас L от F плюс 1, это как раз ранг. L от F плюс 1, это ранг. Ранг у нас равен n на 2, n на модуль мощности, характеристикой мощности. Значит, получается не больше, чем. Так, значит, у нас получается логарифм от n умножить на 2, на мощность характеристического множества, n с индексом F плюс 2. Ну, потому что у нас получилось, ну, я целую часть, ну, можно целую часть не снимать, как у нас там написано. Так, сейчас, ближайшее сверху целое число. Так, плюс 1. Да, вообще-то, да, здесь плюс 1. А почему у меня 2 получилось? Значит, здесь сложность этой формулы не больше, чем. А, нет, у нас же сложность. Сложность. А, вот, 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 вот. Здесь 2n. Все, правильно, плюс 2. Значит, то есть, вот, мы подставляем эту оценку вот сюда. Значит, получается 2n на мощность множества nF. Значит, еще одну единичку дает вот эта вот величина. Все, вот первое утверждение доказано. Есть ли какие-то вопросы? Нет. Хорошо, тогда давайте сразу усилим эту оценку. Да, значит, следствие. Смотрим следствие. Ну, я их не буду специально выписывать. Значит, вот они здесь сейчас. Вот следствие. Ну, то, что я все время пытался написать 2 в степени n вместо мощности характеристического множества. Значит, вот сейчас как раз мы так и делаем. Мы подставляем вместо nF мощности множества nF, подставляем 2 в степени n. И тогда у нас получается оценка справедливая для любой функции от n переменных. Ну, и вот то, что там получится, вы здесь, так сказать, и видите. Значит, просто берем вместо мощности множества nF, подставляем 2 в степени n. Значит, теперь второе уже, так сказать, немножко более продвинутое утверждение. Значит, теперь давайте вот все-таки, видите, мы... Ну, это как бы такое уж совсем прямолинейное, я бы так сказал мягко, использование дизъюнктивных нормальных форм. Значит, давайте что-то немножко сделаем более экономное, чем такое примитивное моделирование дизъюнктивной нормальной формы. Да, тем более совершенной. Значит, вот... Значит, давайте рассмотрим вот какую конструкцию. Смотрите. То есть, значит, итак, вот у нас в совершенной dNF у нас есть все элементарные конъюнкции ранга nFn переменных. Но если мы хотим строить более экономную схему, может быть, начать с того, чтобы попробовать построить, так сказать, контактную схему, которая реализует все эти элементарные конъюнкции как бы одной схемой. И за счет этого экономит сложность нам. Вот это так называемое контактное дерево. Контактное дерево. Ну, напишу так лучше так. 1,2 в степени n. Контактное дерево. Вот переменных xn. Что это за схема? Значит, вот у нее один вход, корень дерева. Потом идут контакты не x1, x1. Из их концевых вершин исходят контакты не x2, x2. Здесь тоже не x2, здесь x2. Ну, и так далее. Итак, n раз, или n ярусов. Значит, вот последнее. Значит, здесь будет не xn, xn и так далее. Здесь будет не xn, xn. Не xn, xn. Вот такое n ярусное. Вот это как бы вход. Ну, я пишу так, вход а0. А выходы вот будут b0, b1. Ну, здесь, значит, где-то будет выход у нас b с индексом житое. Здесь будет выход b с номером 2 в степени n минус 2. Здесь будет выход с номером 2 в степени n минус 1. Значит, вот один вход. И здесь, значит, 2 в степени n выходов. 2 в степени n выходов. То есть это вот контактная схема с одним входом и 2 в степени n выходами То есть вы как бы легко можете убедиться в том, что функция проводимости от входа, от корня дерева К каждому листу равна, вот здесь видите, будет элементарная конъюнкция Не x1, так далее, не xn Вот функция проводимости отсюда сюда Здесь будет не x1, не xn-1, xn Ну и так далее Ну и в конце будет, скажем, последняя конъюнкция у нас будет Значит, здесь будет x1, так далее, xn Ну или в общем случае, вот у нас выход с номером b, j Здесь будет x1 в степени σ1 и так далее xn в степени σn Где набор степеней переменных x1 и xn связан с номером j Каким образом? Значит, видите, здесь все нули, номер 0 Здесь, значит, у нас получается все нули, а потом единица, номер 1 Ну и в общем случае, так сказать, j это будет номер набора σ1, σn Вот по такому правилу мы все наши элементарные конъюнкции можем реализовать в виде одного контактного дерева Очень удобная, очень, так сказать, такая экономная схема А теперь, значит, давайте, ну, нам все эти конъюнкции не нужны Нам нужны только те, которые входят в совершенную ДНФ нашей функции Так мы давайте сделаем так Мы те выходы, которые нам не нужны Вместе с контактами, которые к ним примыкают, удаляем А все остальные, да, кстати, здесь очень важный момент Вот какой Вы должны понимать, вот почему, скажем, здесь именно эта конъюнкция реализуется Почему, скажем, других цепей нет? Дело в том, что, ну, нетрудно мне сказать, что здесь только одна проводящая цепь, другая Потому что любая другая цепь, которая, скажем, шла так, потом попыталась пойти назад Вот на этом переломе, так сказать, сейчас только так пошел назад, потом снова сюда Вот на этом переломе она всегда столкнется с двумя противоположными контактами И поэтому здесь будет нулевая проводимость То есть в этом дереве все цепи проводят только слева направо Все остальные цепи нулевые И поэтому именно вот эти функции здесь и реализуются Это очень важное свойство, оно нам потом пригодится в более общем виде Значит, теперь что? Так вот, теперь давайте так Пусть вот схема сигма с индексом f Да, вот теперь я не буду сейчас доказывать Ну, вы, так сказать, должны, ну, я вам предлагаю всем проверить Что вот если мы сделаем то, что я сказал, а именно что? Значит, итак, вот возьмем контактное дерево Возьмем все те выходы, которые соответствуют элементарным конъюнциям, не входящим Не входящим вот в эту совершенную ДНФ Мы их удалим, эти выходы, и вместе с примыкающими к ним контактами удалим А потом все остальные, значит, все остальные листья склеим Все остальные листья склеим То, значит, получится схема сигмуса И это будет Пи-схемой Это не очевидно Это не очевидно Но вот я предлагаю всем вам подумать и убедиться в том, что действительно в итоге мы получим Пи-схема Значит, полученная из нашего контактного дерева Из контактного дерева Значит, так Удалением Удалением выходов Б-житая Значит, таких, что Соответствующий им набор Сигма-1 и так далее Сигма-Н Значит, не принадлежит Характеристическому множеству Ну, где еще раз Вот это, вот такой вот Не буду переписывать Не принадлежит Значит, не так Все-таки выходы удаляем Вот выход удаляем И удаляем примыкающий к нему контакт И примыкающий к нему контакт И вот То есть мы получим контактную схему С одним входом и одним выходом Вот докажите, что это Пи-схема Это, ну, не сложно, но это не такой неочевидный факт Вот предлагаю всем попытаться доказать, что это будет Пи-схема Итак, значит, получилась Пи-схема Значит, итак Но при этом ясно, что Сигма-Ф Это Пи-схема Реализует нашу функцию Реализует функцию Ф от Х1 и так далее То есть это вот та Пи-схема, которая нам нужна Вот в нашем утверждении Ну, значит, давайте ее сложность посчитаем Элит Сигма-Ф, значит, будет заведомо не больше, чем что Так, вопросы? Так Да Это вершина повиснет, правильно То есть она будет, ну, не То есть тогда, в принципе, надо удалять и следующий контакт То есть на самом деле Я уже не стал, так сказать, углубляться То есть если два контакта мы удалили Эта вершина и эта вершина То есть если оба выхода попадают в эту группу То мы удаляем оба эти выхода Эти контакты и тот контакт, который еще к ним примыкает То есть там и так далее Ну, давайте я здесь напишу Контакт И так далее, так сказать Вот То есть вот это получится Пи-схема Это будет Пи-схема, которая реализует нашу функцию Которая реализует нашу функцию Ну, и вот, значит, пересложность этой Пи-схемы Давайте оценим сверху Итак, у нас было контактное дерево Сколько контактов в контактном дереве? Н-ярусном Ну, то есть 2 плюс 4 и так далее Плюс 2 в степени n Сумма членов геометрической прогрессии Значит, будет 2 в степени n плюс 1 минус 2 Это вот само контактное дерево Само контактное дерево Теперь Из него мы что выбросили? Значит, мы выбросили Ну, как минимум один контакт Который соответствует выходу Для которого этот набор не входит во множество nf Значит, то есть мы выбросили сколько контактов? Значит, 2 в степени n Минус мощность характеристического множества nf Значит, это удаленные контакты Удаленные контакты Так Значит, что у нас получилось? Значит, получилось Итак, 2 в степени n Значит, будет 2 в степени n Плюс мощность характеристического множества n с индексом f И плюс Это значит, минус 2 И минус 2 То есть вот Какая сложность нашей π-схемы получилась Так Значит А А, да Я же не показал Теперь Мы же уже доказываем следующее утверждение Давайте так О, 15.2 15.2 Значит Собственно, это вот доказательство 15.2 идет Утверждение 15.2 15.2 Так Значит Вот первую оценку мы доказали Которая там написана Значит, не больше, чем вот 2 в степени n плюс мощность nf Минус Минус 2 Первая оценка То есть смотрите, вот при этом вот способе реализации в 15.1 Мы сначала строили Так сказать Начну Сначала строили Формулу А потом моделировали ее в каком-то смысле в классе схемы с функциональных элементов Ну, без схемы получалось без всяких вариантов А теперь, значит, давайте, чтобы построить формулу f с индексом f То есть вот схема сигма с индексом f из утверждения 15.2 у нас уже построена Вот она перед нами Сложность ее такая, как там написано Такая, как там написано Значит, теперь нам нужна теперь формула f с индексом f Которая тоже реализует нашу функцию f И сложность, которая удовлетворяет вот уже следующему, второму неравенству Она немножко побольше, эта сложность Но все-таки она, так сказать, ну, примерно такого же порядка сложности Так вот, а теперь мы сделаем вот что Теперь мы возьмем схему Итак, формула f с индексом f Формула f с индексом f Это формула, моделирующая пи-схему сигма с индексом f Значит, это у нас по утверждению 10.1 Вот у нас было утверждение 10.1, посвященное моделированию формул и пи-схем И вот мы сейчас То есть, вот сначала построили пи-схему А потом построили моделирующую ее формулу Ну, она является искомой формулой Сейчас мы убедимся в том, что ее Сложность вот такая, какая здесь записана То есть, она, сложность будет 2 в степени 1 плюс 1 Плюс nf минус 4 Ну, раз она моделирует формулу Моделирует пи-схему сигмы с индексом f Значит, она, на самом деле, реализует опять ту же самую функцию То есть, сигма f реализует ту же самую функцию Теперь нам надо только оценить сверху ее сложность Оценить сверху ее сложность Значит, ну, давайте так Давайте, сейчас вот я здесь сотру вот эти лишние Значит, теперь давайте попробуем оценить сложность Нашей формулы f с индексом f Значит, не больше чем Значит, мы знаем, что при моделировании Контактная сложность переходит в ранг То есть, ранг этой формулы равен вот этой величине Ранг этой формулы равен этой величине Значит, с одной Ну, я уже об этом разговаривал Ранг этой формулы равен вот этой величине То есть, вот, как бы, вот эта величина Это будет ранг нашей формулы f с индексом f Ну, теперь, ну, мы, опять же, мы только что сейчас Так сказать, выписывали, что ранг формулы f Это есть число элементов конъюнкции и дизъюнкции В этой формуле минус 1 Значит, то есть, число элементов конъюнкции и дизъюнкции В нашей формуле Будет равен вот этой вот величине Число элементов конъюнкции и дизъюнкции Теперь, что нам надо добавить Ну, так сказать, здесь как бы минус 2 Значит, здесь будет конъюнкция, здесь будет минус 3 Что нам надо добавить к этой сложности Чтобы получилась сложность нужной нам формулы А чего не хватает? Отрицание не посчитали. Отрицание не посчитали. Теперь, значит, ну вот я не буду это опять подробно объяснять, но при моделировании ПИС-схемы в классе формул, сколько элементов отрицания нам потребуется? Столько, сколько у нас было отрицаний над переменными в нашей ПИС-схеме. То есть каждая перемена с отрицанием здесь требует там при моделировании своего отрицания. Теперь, вот у нас контактное дерево, все. И вот число контактов, вот 2 в степени n плюс 1 минус 1. Вот это контактное дерево еще раз напишу. Сколько в нем контактов с отрицанием? Половина. Итак, значит, смотрите, вот я сейчас поделю это пополам. Будет 2 в степени n минус 1, вот половинка вот этой величины. Это будет число элементов отрицания, которые нам потребуются. Теперь дальше плюс. Отрицание посчитали. Теперь плюс. Теперь будет получаться L конъюнкса-дизюнкса от F. Это будет ранг минус 1. Ранг минус 1. Сейчас. Ранг плюс. Значит, конъюнкса-дизюнкса. Да, равно. А, я неправильно написал. Здесь плюс 1. Ранг – это сложность плюс 1. Значит, сложность, вот эта вот конъюнктивная и дизюнктивная сложность – это ранг минус 1. Ранг вот у нас есть. Значит, получается 2 в степени n плюс мощность множества nf минус 2 и еще минус 1. Минус 3. Ну, значит, и вот получится то, что там написано. Будет 2 в степени n плюс 1. Значит, дальше будет плюс мощность множества nf и минус 4. То есть вот мы доказали и второе соотношение утверждения 15-2. Утверждение 15-2. Так. Значит, 36. Ну, давайте 5-минутный перерыв сделаем. Значит, так, теперь у нас пропала проверка вашей посещаемости на лекциях из-за контрольной. Потому что контрольную пришли переписывать на контрольной. Там были все. Значит, мы в случае начальника договорились, что я сам проведу проверку. Так. Все. Значит, ну и опять соответствующие функции Шинона верхней оценки, получающиеся из нашего утверждения. Когда мы вместо мощности и характеристического множества подставим 2 в степени n. 2 в степени n. Все. Значит, вот два утверждения мы доказали. Значит, теперь так. Значит, у нас уже сегодня начинаются семинарские занятия. Поэтому я сейчас сразу перейду. Я пропущу одно утверждение 15.3 и перейду к двум простым утверждениям 15.4 и 15.5, которые дают нам как раз простейшие нижние оценки сложности. То есть, видите, вот какие-то верхние оценки сложности функций мы получили. Ну, у нас есть такой простой прием. Взять какую-то DNF, ее промоделировать, получить верхнюю оценку сложности нашей конкретной функции. Вот функции здесь f от x1 и так далее, и xn. Теперь, а вот насколько хороша эта оценка? Так сказать, вот, может быть, она уже не улучшаема. Вот для того, чтобы отвечать на эти вопросы, нам нужны соответствующие нижние оценки сложности функций. И вот сейчас как раз мы как бы перескочим через одно утверждение 15.3. Я думаю, что сегодня мы, наверное, его уже не успеем. Ну, может быть, и успеем, но не успеем, тогда перенесем его на среду. Мне важнее сегодня рассказать нижние оценки, чтобы их можно было сегодня же, там, завтра, в среду использовать на семинарских занятиях. Потому что у нас сразу же начинаются семинарские занятия по этой теме. Вот поэтому мы сейчас 15.3 пропустим, потом к нему вернемся, а перейдем к нижним оценкам. То есть вот что можно сказать про нижнюю, вот, скажем, мы вот верхнюю оценку сложности получили. Как получить нижнюю оценку для сложности нашей функции? Ну, как бы, так сказать, есть разные подходы, более глубокие, более, так сказать, простые. Ну, и вот мы начнем опять с самых простых оценок, которые сейчас и рассмотрим. Ну, и они в некоторых случаях, они дают нам точное значение сложности нашей функции. Ну, например, вот про линейную функцию как раз от двух переменных мы все, так сказать, здесь получим. Все верхние оценки я вот там приводил, была схема, мы опять получим нижние оценки, которые все это нам подтверждают, которые подтверждают нам то, что эта оценка уже не улучшаема. Итак. Значит, утверждение 15.4. Утверждение 15.4 и 15.5. Сейчас у нас пойдут два простых утверждения. 4 и 15.5. Вот, значит, 15.4. А, нет, что-то я уже привык писать, у нас же есть слайд. Так, значит, 15.3 мы проскочим. Вот 15.4. 15.4. Значит так, у нас есть, что мы знаем про нашу функцию? Что мы должны про нее знать, чтобы получить какую-то нижнюю оценку? Ну, хотя бы знать число ее существенных переменных. Ну, как правило, наша функция все-таки существенно зависит от всех своих переменных. И вот про такую функцию, вот в утверждении 15.4, как раз и приводится две простейших нижних оценки. Значит, нижняя оценка сложности юридизации в классе схем из функциональных элементов в стандартном базисе в виде выражения n-1. И сложность юридизации в классе контактных схем нижняя оценка равна n. Но при этом вот первую нижнюю оценку для схем из функциональных элементов можно поднять на единичку. Вот я просто сейчас комментирую, посмотрите на формулировку, а я ее, так сказать, сейчас поясняю. Вот можно поднять на единичку, если нам известно, что наша функция f не является монотонной функцией. То есть вот здесь вы увидите сейчас разницу между контактными схемами и схемами. То есть если у нас функция не монотонна, неважно сколько у нее монотонных переменных, не монотонных, то эту нижнюю оценку можно поднять на единицу. А вот в классе контактных схем ее можно поднять, вообще говоря, и на большее число, так сказать, чем единица. Все зависит от того, сколько у нашей функции таких переменных, по которым она не является ни монотонной, ни антимонотонной. То есть вот каждая такая переменная добавляет нам одну единичку в нижней оценке для контактной сложности этой функции. Вот смысл утверждения 15.4. Смысл утверждения 15.4. Еще раз, значит, у нас есть функция, существенно зависит от n переменных. И тогда ее нижняя оценка сложность в классе схемы с функциональных элементов. В общем случае n-1. И эта оценка повышается на единицу до n, если эта функция не монотонна. То есть если она глобально не монотонна, то это еще одна единичка. То есть нижняя оценка имеет вид ls от f больше либо равно n. В классе контактных схем плюс k, k, если k это число тех переменных, по которым наша функция, вот по каждой из них, из этих переменных, функция не монотонна и не антимонотонна. То есть она, так называемая, не является унимодальной по этой переменной. То есть она и не монотонна, и не антимонотонна. Тогда можно прибавить вот эти k единицы еще к нижней оценке сложности нашей функции в классе контактных схем. Значит, вот смысл я прокомментировал. Ну давайте докажем эти оба утверждения. Доказательство 15.4. Значит, первый случай. Класс U – это наш класс схемы функциональных элементов в стандартном базисе. Значит, пусть сигба – это приведенная схема из функциональных элементов в базисе B0, реализующая функцию f. Реализующая функцию f. Значит, что мы в этом случае можем про нее сказать, про эту схему? Сколько в ней, так сказать, должно быть элементов? Значит, если сигма – приведенная схема, ну, так сказать, тогда у нас было утверждение… Значит, вот давайте, так сказать, начнем так. Вот L конъюнкция-дизюнкция от схемы сигма, оно будет, так сказать, больше либо равно… Ну, лучше я так сказать… Ну, ладно. Напишу. У нас было утверждение как раз 13.1. Значит, утверждение 13.1 – это оно соответствующее утверждению 8.1. 8.1 – это формула, соотношение между функционалами сложности и глубины формулы, а это для схемы с функциональных элементов. Для схемы с функциональных элементов. Вот. Значит, то есть, что у нас там утверждено? То есть, что ранг схемы сигма будет, значит, так, он будет у нас не больше, чем L конъюнкция-дизюнкция от схемы сигма плюс 1. Ну, и там не больше, чем там глубина, там 2 в степени D от сигма. 2 в степени D от сигма. Вот у формул здесь стоит равенство. Да, 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 ну, здесь там еще стоит не больше, чем там, соответственно, L от сигма плюс 1. Нет, не больше, чем 2 в степени D от сигма. Вот, так сказать, вот такое соотношение 13.1 для схемы с функциональных элементов. Значит, теперь, но если схема сигма, еще приведенная, реализует нашу функцию, а наша функция существенно зависит от n переменных, то что можно сказать... Вот, значит, ранг... Ну, я, может быть, давайте здесь нарисую картинку. Значит, вот у нас есть n входов. Они все существенные, и поэтому из каждого такого входа исходит хотя бы одна дуга в нашей схеме из функциональных элементов. И тем самым я напомню, что ранг схемы из функциональных элементов – это как раз число дуг, исходящих из входов. То есть вот у нас здесь, значит, схема сигма, вот у нее входы x1 и так далее, x, n, t. Вот у нее выход... Ну, давайте я здесь напишу схема сигма. Давайте я ее, значит, так обозначу, так сказать, нашим привычным образом. Схема сигма. Значит, это будет схема сигма. У нее входные переменные x1 и так далее, x, n, t, точка с запятой, выходная переменная z1. Так мы записывали вот во втором разделе схемы из функциональных элементов. Вот у нас есть входы x1 и x, n, t. Вот здесь есть выход z1. И здесь реализуется наша функция f. Теперь число дуг, исходящих из входов схемы, это как раз и есть ее ранг. Вот ранг нашей схемы, это вот как раз число вот этих всех дуг, исходящих из наших входов. Дуг, исходящих из входов. Но если у нас входов n штук, то из каждого из входов исходит как минимум одна дуга. Значит, поэтому ранг нашей схемы будет больше либо равен, чем n. Ну и вот сравнивая вот эти две величины, мы сразу получаем l конъюнкция-дизъюнкция от сигма. Больше либо равно, чем n-1. То есть число элементов конъюнкции-дизъюнкции в нашей схеме не меньше, чем n-1. Ну и отсюда, естественно, следует, что общая сложность в нашей схеме больше либо равна, чем n-1. То есть все, наше первое соотношение доказано. Теперь, если наша функция не монотонна, то в нашей схеме есть хотя бы одно отрицание. То есть если функция f не является глобально монотонной, ну я так, к слову, глобально монотонной, то тогда в нашей схеме есть хотя бы одно отрицание. Потому что если бы там отрицания не было, то эта схема состояла бы только из элементов конъюнкции-дизъюнкции. Вот здесь только конъюнкции-дизъюнкции. А отрицание под вопросом. То есть если у нас функция не монотонна, то отрицание хотя бы одно обязательно будет. И тогда еще у нас, так сказать, l-отрицание не меньше единицы. И тогда общая сложность будет не меньше, чем n. Вот случай схемы с функциональных элементов мы полностью рассмотрели. Все, вот простейшая нижняя оценка. Теперь для контактных схем. Это схемы с функциональных элементов. Теперь для... Значит, это случай один. Теперь случай два. Мы рассматриваем... То есть наш класс, это класс контактных схем. Наш класс контактных схем. То есть вот, значит, следовательно... Теперь у нас есть... Пусть, значит, схема сигма. Это опять схема от x1 и так далее, xn, с одним входом, скажем, а, и с выходом b, которая реализует функцию f. Реализует функцию f. Значит, вот наша схема сигма. Вот здесь у нее вход а. Вот выход b. Ну, а здесь, значит, какие-то контакты. Вот x и t в степени сигма. Значит, функция проводимости, а так b равна f. То есть функция проводимости... То есть функция g от функции проводимости, тогда b равна f. Так, значит, теперь рассуждаем. То есть нам надо доказать, что в нашей вот контактной схеме, пока под вопросом, число контактов не меньше, чем n плюс k. Где k, где k, это число вот тех переменных, число тех переменных, от которых наша функция, по которым наша функция не является ни монотонной, ни in-монотонной. Что? Нет, вот мы это же будем доказывать. Мы хотим это доказать пока. Вот мы докажем вот это вот в неравенство. Нет, то, что не меньше n, это как бы сразу получается, потому что у нас все переменные существенные. У каждой переменной, раз она существенна, в схеме есть хотя бы один контакт, тогда не меньше, чем n. А вот теперь давайте попробуем понять, если функция по нашей переменной не является ни монотонной, ни антимонотонной, какие контакты от этой переменной будут в нашей схеме? Как замыкающие, так и размыкающие. Обязательно. Потому что если бы только замыкающие контакты, то есть переменная без отрицания, то тогда наша функция была бы монотонной по этой переменной. Давайте так, пусть x и t, лучше так, функция f зависит, то есть функция f не является монотонной по x и t. Следовательно, в схеме сигма есть контакт не x и t. Есть контакт не x и t. Теперь, если функция f не является антимонотонной, антимонотонной по x и t, опять же, то, следовательно, в схеме сигма есть контакт x и t. То есть вот у этих k переменных, вот таких у нас переменные, как я скажу, вот x и 1 и так далее, x и k, вот по этим переменам наша функция не является не монотонной и не является антимонотонной. Тогда по каждой из них в нашей схеме есть как замыкающие, так и размыкающие контакты этой переменной. Значит, ну вот как раз отсюда и вытекает, что сложность нашей контактной схемы сигма больше либо равна, чем n плюс k. То есть на каждую переменную есть обязательно один контакт, а если она вот попадает в эту группу переменных, то тогда там есть еще один другой контакт. Вот отсюда получается вот такая вот оценка. Вот второе утверждение мы тоже доказали. Ну давайте вот сейчас как раз примерчик рассмотрим про функцию x1 плюс x2, которую мы здесь уже рассматривали и про которую мы уже как бы знаем какие-то верхние оценки ее сложности. Ну вот, например, вот. Так, значит, ну скажем, значит, пример. Вот берем функцию f, это есть x1 плюс x2. Плюс x2. x1 плюс x2. Значит, тогда вот чему равно числу k для этой функции по нашему определению? Значит, смотрите, вот эта функция не является ни монотонной, ни антимонотонной, ни по x1, ни по x2. Как это доказать? Как это доказать? Значит, то есть, чтобы доказать, что функция не является монотонной по переменной x и т, надо подставить такие константы вместо всех остальных переменных, чтобы она перешла в отрицание этой переменной. Чтобы доказать, что функция не является антимонотонной по переменной x и т, надо подобрать такие константы значения всех остальных переменных, чтобы она перешла в эту переменную. Значит, и так. Вот смотрите. Итак, если f от x1, x1, 0, это будет x1. f от x1, 1, это будет ни x1. То есть, видите, функция f не является монотонной, и функция f не является антимонотонной по переменной x1. Но, поскольку функция симметрична, то то же самое можно сказать и про переменную x2. То есть, наша функция не является ни монотонной, ни антимонотонной как по переменной x1, так и по переменной x2. Значит, тогда что мы можем утверждать? Что мы можем утверждать про ее сложность? Тогда контактная сложность функции, ну, это вот как раз функция l2 наша. Значит, контактная сложность функции l2 будет не меньше, чем что? Число n, то есть число переменных 2, и число k, то есть k для этой функции тоже равно 2. То есть равно числу переменных. Получается 2 плюс 2, 4. А у нас есть верхняя оценка. 4 для сложности стабилизации этой функции в классе контактных схем. Вот. Я напомню сейчас еще схему, которую мы рисовали. Значит, вот пи-схема, моделирующая совершенную днф этой функции. Не x1, x2. x1, а не x2. Вот наша контактная схема. Значит, тем самым и с другой стороны lk от l2 не больше 4. Вот пример. И в итоге мы приходим к выводу, что контактная сложность функции l2 в точности равна 4. Вот мы решили задачу синтеза для этой функции. То есть мы построили схему с четырьмя контактами, которые доказали, что меньше, чем четырьмя контактами обойтись нельзя. Ну, если говорить о схемах и с функциональными хелемиумами, то там все немножко сложнее. Но там тоже. Ну вот это-то верхняя. Мы верхнюю оценку доказывали. Для ls от l2 не больше 4. Я рисовал соответствующую формулу. и, так сказать, из нее вытекала такая оценка. А вот теперь, что мы для нее можем получить по нашим утверждениям? По этим. Так. Что я могу здесь написать? Из наших утверждений что вытекает? Что? Просто два. Просто два. Вот. То есть, видите, если здесь эти наши простейшие оценки дали нам точное значение, то в классе схемы функциональных элементов они нам дали только нижнюю оценку 2. А истинное значение на самом деле 4. И вот на семинарских занятиях на первых как раз мы этот факт докажем. Сейчас я не буду на это отвлекаться. На семинарских занятиях мы докажем, что нижняя оценка тоже 4. И она совпадает с верхней оценкой. Но это уже не такое простое рассуждение. Из этих вот простейших нижних оценок это не вытекает. Так. Хорошо. Ну давайте у нас еще 10 минут осталось. И так сказать, тогда я возвращаюсь к утверждению 15.3, которое мы пропустили. Сейчас я про него так сказать тогда несколько слов скажу. Но, видимо, закончим его мы уже в среду. так. Значит, вот теперь я опять возвращаюсь к задаче синтеза. И хочу несколько слов сказать про те системы функций и отдельные функции, которые мы рассматриваем очень часто в рамках задачи индивидуального синтеза. Вот линейную функцию мы с вами уже рассмотрели. x1 плюс так далее плюс x nt так называемый счетчик счетности. Ее отрицание то есть x1 плюс x nt плюс 1. Значит, вот мультиплексорная функция мю с индексом nt она зависит от n адресных переменных и 2 в степени n информационных переменных в степени минус 1. Это вот адресные переменные x, это информационные переменные y, и она как бы моделирует выборку из памяти. То есть вот на адресные входы вы подаете двоичный набор, который является адресом, то есть он задает номер той переменной, которую нам надо выдать на выход. То есть вот как бы у нас два в степени ячеек памяти записаны y. мы хотим извлечь из нашей памяти тот игр, который в ячейке с номером x записан. Вот это функция выбора из памяти, у нее есть еще несколько других терминологий, но неважно. Так вот, это будет дизъюнкция по всем наборам sigma1, sigman, по всем наборам единичного н-мерного куба адресных переменных. Будет x1 в степени sigma1, xn в степени sigman на y с индексом ню от sigma. Вот это набор sigma. Вот эта функция называется мультиплексорная функция. Значит, это линейная функция порядка n. Это мультиплексорная функция порядка n. Мультиплексорная функция порядка n. Так, что-то непонятно? Значит, смотрите, вот это y, номер которого в двоичной системе исчисления совпадает с набором sigma1, sigman. Ну, скажем, вот если у нас здесь все нули sigma1, sigman, 0, здесь будет какой y? 0. А если здесь все единицы, y какой будет? 2 в степени n-1. То есть, вот таков смысл этого. Вот это очень важная функция, мультиплексорная функция порядка n. Порядка n. Значит, теперь у нас есть еще так называемые дешифраторы. Значит, скажем, значит, q от n или q с индексом n. Это будет как раз множество всех элементарных конъюнкций x1 sigman. Значит, таких, что вот sigma1, sigman. Это двоичный набор b в степени n. То есть, это множество вот этих функций. Множество всех элементарных конъюнкций ранга n и тенн переменных. Чему равна мощность этого множества? 2 в степени n. Так вот, когда мы говорим про дешифраторы, то мы говорим не про это множество функций, а про вектор функцию, составленную из всех этих функций. Вот q с индексом n со стрелочкой это будет не множество этих функций, а вектор длины 2 в степени n, который составлен из этих функций. То есть, будет обычная скопа. Здесь будет как раз не x1, и так далее, не xn, потом, получается, не x1, и так далее, не xn-1, здесь вот конъюнкции xn, и так далее, и, наконец, в конце стоит x1, xn. То есть, вот разница, что кажется, какая разница? Разница вот в чем. Когда мы говорим множество функций, то это еще не значит, как мы их, то есть, непонятно, как мы их реализуем. Когда мы говорим вот про эту систему функций, то это означает, что у нашей схемы есть два, вот это вектор длины 2 в степени n, и у нашей схемы есть 2 в степени n выходов, и на каждом из них реализуется одна из этих функций. То есть, ну, скажем, если мы берем контактную схему, вот контактное дерево, которое мы только что рассматривали, это как раз схемный дешифратор порядка n. то есть, это схема с одним входом и 2 в степени n выходами, то есть, вот контактное дерево, вот контактное, 1, 2 в степени n, контактное дерево, мы его только что рассматривали, 1 вход и 2 в степени n выходов, вот b0, и так далее, b 2 в степени n-1, то есть, схема с одним входом и 2 в степени n выходами, и на этих выходах как раз реализуется вот этот вот вектор q со стрелочкой с индексом n. То есть мы реализуем сразу все эти функции, каждую на своем выходе. Каждую на своем выходе. Вот это вот как раз. Итак, это множество элементарных конъюнкций ранга n от n переменных. Множество. Это вектор, функция, состоящая из два в степени n функций. На этом месте стоит конъюнкция с номером i. И когда мы говорим, что мы реализуем вот эту вот систему функций, значит, у нас есть схема с одним входом и два в степени n выходами, на каждом выходе реализуется своя вот такая конъюнкция. Если у нас есть схема из функциональных элементов, то у нас здесь только будет теперь n входов, x1, xn. Вот это как бы в классе контактных схем. Это в классе схем из функциональных элементов. Вот n входов, а здесь опять два в степени n выходов. Вот z0 и так далее, z2 в степени n минус 1. И здесь опять реализуется на этих выходах вот эта вот система qn t со стрелочкой. То есть, когда мы говорим вот сложность дешифратора, то есть, вот сложность, схемная сложность qn t со стрелочкой. Это вот минимальная сложность вот таких вот схем, имеющих n входов и два в степени n выходов, и реализующие вот эту вот, так сказать, систему всех элементарных конъюнкций ранга n от n переменных. Здесь мы имеем дело с контактной сложностью системы всех элементарных конъюнкций ранга n от n переменных. То есть, вот эта схема доказывает, что контактная сложность вот этого дешифратора порядка n не больше, чем число контактов в контактном дереве, то есть, 2 в степени n плюс 1 минус 2. 2 в степени n плюс 1 минус 2. И одним из результатов нашего курса в дальнейшем мы докажем, что эта схема не минимальна. Можно ее уложить примерно в два раза. То есть, вот можно построить схему с одним входом и 2 в степени n выходами, и ее сложность будет асимптотически равна 2 в степени n. То есть, по одному контакту на один выход. А здесь у нас сложность вот такая, а выходов 2 в степени n. То есть, здесь примерно 2 контакта на 1 выход, а можно сделать 1 контакт на 1 выход. То есть, эта схема хорошая, но не оптимальная. Так, все. 10 минут. Заканчиваем. Продолжение следует...